Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда в это время, в эфире программа «Город ТЭС». Сегодня у нас в гостях представитель славного коллектива, академического коллектива, Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. Ну, что тут долго говорить, дамы и господа. Наталья Ионова в студии. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наташа, у нас с тобой вот некоторое время продолжается дружба и уже началось взаимодействие творческое, помимо театра, да? Ну, кроме того, что я общественным советом возглавляю и отсматриваю все, и участвую, уже каким-то образом участвую в жизни театра. Но у нас с тобой еще один проект, мы об этом чуть позже скажем. Вот поведай все-таки нашим зрителям, ну, как-то некоторые уже привыкли к тебе на сцене нашего театра академического, а кое-кто уже подзабыл, ты когда впервые, вот первый твой выход на эту сцену, старинную сцену? Это было на втором курсе, в конце второго курса. В мае мы выпустили «Паночку». Это был какой год? Не все знают, когда был твой второй курс. Это был восьмой, по-моему, это был восьмой. В 2008, да? В 2008, да? Ну, чтобы опять же людям пояснить, второй курс, ты же училась в Санкт-Петербурге, у нас здесь в гостях представительница города на Неве. Ты училась там в, как называлось учебное заведение? В Санкт-Петербургской театральной академии. Академия, да? Да. И вот со второго курса, как получилось, что ты оказалась в Самаре? Ну, получилось не со второго курса, получилось прямо с поступления, что здесь, при нашем драмтеатре, был набран такой первый курс. Экспериментальный, да? Экспериментальный, да. Сейчас их уже, вот, третья студия, ребята учатся. Вот, в общем. Но мы были первые, нас набрали при театральной академии в Санкт-Петербурге. Вот. И весь фокус нашего курса заключался в том, что мы учились очно-заочно. Очно мы учились здесь, а заочно мы учились в Питере. Мы приезжали, сдавали сессии. То есть очень заочная форма обучения называется, примерно, да? Да, да. Вот давай мы с тобой стартуем, показывая, так сказать, как ты выглядишь на сцене. Хотя уже большинство, конечно, наших театральных фанатов уже знают и многие твои спектакли видели. Тем не менее, насколько я понимаю, это была одна из первых работ, это «Наша кухня». Это дипломная, да. Это вообще дипломная работа. Да, да, да. Ну, тем более, видите, как хорошо, что она у нас заготовлена. Итак, смотрим и наслаждаемся этой чудесной работой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это был фрагмент из музыкальной фантазии в стиле ретро, как это обозначен жанр этого спектакля в программках. Вот тетя Капа в твоем исполнении. Да. Такая фигуристая. Да. Это здорово, этому веришь. Но вот, наверное, вначале тебе задавали вопросы журналисты, а вот вы сами поете или фонограммы? Это же ты сама поешь. Пою, 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 пою. Ты что у нас такая вот... Нет, ни разу. Ни разу, да? Итак, вот это практически, это дипломный спектакль, да? Да. Как он создавался? Вот как твой образ? Что это было? Есть в любом институте дисциплины. И у нас, как у нормальных студентов, есть дисциплина вокал, актерская песня. Пели одно, пели другое. Каждый семестр надо к каждой сессии что-то готовить. И уже на третьем, по-моему, курсе наша педагог по вокалу Анна Алексеевна Добротворцева, она сказала, давайте-ка возьмем песни вот эпохи Шульженко, вот такое что-то мы... Ну давайте, мы послушали, что-то нас как-то это особо не впечатлило. Потом мы подумали, что, ну, может быть, все-таки попробовать здесь покопаться в этой эпохе, в этом во всем. Вот, выбрали себе песни и решили это как-то все оформить, чтобы придать этому какую-то творческую форму, чтобы это можно было как-то вынести на экзамен не только как то, что мы ноты правильно умеем взять, вот, а чтобы это была действительно актерская песня. И вот придумалась как-то у нас коммунальная кухня, придумались образы, и все мы стали там жить, поживать. И вот так все сложилось в такую вот великолепную, милую, очень мудрую историю. Да, ну она, конечно, там как-то... Ну да, переливалась, жила, да, да, да. То есть сначала там что-то было одно, а потом объединились с семьями, родились истории, сюжеты, этюды. Ну отлично, спасибо за эту работу всем, и Гришко, конечно, Валерию Гришкову, потому что он все это как бы спродюсировал, свел, это проруководил, дал ему жизнь. Давайте сразу практически без перехода меняем жанр, меняем стиль, меняем все. Фрагменты спектакля «Панночка», и потом продолжим разговор. Давайте. Смотрим. Демон, 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 горы, демон горы, демон баллот, Гени свой, громадный врус! Век! Остану тебе кудови демон, злой обладающий тело, волгиющее тело! Клянись небом, клянись землёй! Демоном, раздевающий человеком! Гени! Сходящее слово демона! Клянись небом, клянись землёй! Кинь, 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 кинь! Государь, кто-то знал! Пошли ко мне на помощь и родиться в твоей часть световых ябров! За следы, прям в дом, коджа, на дух куполака! За княми, горящими, плотними, болящими, крючаниками мучих! Лишь чтоб они шли из дюра, и зажигали его душу и тело, и бульдую ногу! И суху приятный очерк, и белое лицо, и литьевой сердце! И все телесные, живые с устами! И чтоб всё платье не было напулиться, и упал пока мне на твоя деньги! Кроме удаленья из конёта твоего чёрного жары, Возволу твою государство на нахуй! И чтоб от них только погляденьям на моё белое лицо, Изувеченный рим, и на ясные ночи отстуженный, И на чёрные косы, поджиманный! И раздавалось бы я, чёрные! А душа страдал бы и выделил бы он, и убилось бы, Расчиглась бы в своей великой весне! О, государь собора! И тогда! И тогда! И тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и то, и то, и дерьме весна! Чтоб не остыла бы никогда и молить веков! Чтоб не было накольцами и мольцами нашими, И помнил бы, в друг раз тот великий, И сдавал бы нас светлым миром, смертящей, завесным! И в великой весне одолел бы тот брат самого, Соня Небесного! Вот, ну, нет времени обсуждать этот спектакль, Но это отличная сцена, я поэтому её и выбрал. Вот я хочу тебе подарить журналы, Я покажу сейчас их на камеру, Крайние номера журналов «Леди Клуб» и «Самара Губерния». Но вот, прежде чем тебе передать вот этот журнал, Я просто покажу на публику проект, Который мы сейчас немножко даже с тобой проиллюстрируем в видео. Вот, например, я сейчас делаю разворот. Это был проект «Игра в театр», Где вы узнаёте, конечно, справа, Это мои сегодняшние гости, слева ваш покорный слуга. Это был проект, где и другие актёры драмтеатра участвуют, Показываю ещё один разворот. Это материал нашей сегодняшней героини, Вот она, героиня этой статьи. Передаю тебе. Спасибо. Читай. Читай. Рассказывай. Можешь подарить кому-то. Спасибо большое. Итак, вот этот проект, Который впервые был придуман в стенах театра драмы, Это костюмы из спектаклей. Это герои из театра и не из театра. Ну, понятно, я не сотрудник театра, не актёр театра драмы, К сожалению, пока в всём случае. И мы сейчас покажем небольшой видеосюжет И будем за кадром его с тобой как бы комментировать. Давайте. Да. Потому что я не знаю, как мы будем комментировать, Ты видел этот сюжет. Я его немножко представляю, поскольку монтировал. Итак, вот наша героиня, Перед тем, как уже начинаются съёмки Вы как чудесно. Проекты игра в театре. Тут у нас так получилось, что Сбежалось много народу, Какие-то были свадьбы вокруг происходили. Ажиотаж. Давали автограф. Вот Наталья Ионова в образе. В образе. Это костюм из какого спектакля? Напомню. Это варвары. Это из варваров, да? Да. Вот. Снимали, по-моему, мы с Перепушкиной. То есть рядом... Да, да, да. Такая очень была длинная, хорошая осень. Очень красивая. Очень в образе. Тут вот ваш покорный слуга. Это костюм, по-моему, из Амадеуса. Да. Вот. Вот. То есть, ну, явно, конечно, во мне умер актёр. Вот. А может, что не умер. Костюм явно... Ох, это интересный какой кадр. Это... Это как же снято таким образом? А это вот так вот. Это как-то... Ты даже как-то легла, да? Не уложенка на древнюю. Вот. И смотри. Вот, конечно, ты очень и телегиничная, и фотогеничная. А почему-то кадры идут... Кадры идут как-то... Решили уложить. Решили, да. Да. Ну, тем не менее, мы их обсуждаем как есть. Вот это снято, это снято... Это снято в сквере, значит, в сквере за театром драмы. В Кушкинском. В Кушкинском, да. И вот потом мы переходим уже в Струковский сад. Вот тут какой-то уже поклонники, народ, который фотографируется... Слава. Слава. Вот она, Слава. Вот она, Слава, да. Сейчас, вот ты уже. А это костюм красный, это из какого спектакля? Это Макбет. Макбет? Да. Из Макбета, да? А это вот амуниция тоже из Макбета, да? Да, да, да. Это все вот... И этот снимок... Этот снимок, кстати, использовал. Один из этих снимок использовал в статье о тебе. Вот почему ты так скромна, так скромна и сказала мне, я серая мышь, я театральная крыса, ты же яркая, красивая девушка и... Вот этот кадр, по-моему, взят на эту статью. Да, вы меня спросили, Наташа, что тебе есть в средствах массовой информации? Я сказала, ничего. А ты, так получается, ты отказываешь всем журналистам, кроме меня? Или как? Вот ты так закрыта, да? Вот тут живьем, да? Вот как раз, да. Это кадр. А что обозначало, как объяснял режиссер-постановщик вот эту руку металлическую? Это что обозначало? Вот как ты это понимал для себя, своей задачей? Это... Железной рукой, дословно железной рукой, да? Рукой, как это? Я... Это ежовая рукавица. Ежовая рукавица. Ага. Ясно, ясно. Итак, вот такой интересный проект. Действительно. Вот мы тут показываем кому-то пальчики. Мы шалим. Итак, игра в театр. Вот в этом журнале «Леди Клуб». Я думаю, будет продолжение, потому что хороший отзвук у этого проекта. Я думаю, у него хорошее будущее. Анатолий, вот ты в интервью, когда мне давал интервью для этого журнала, когда мы коснулись «Восемь любящих женщин» спектакля, эпизод, с которого сейчас будет предоставлен внимание наших телезрителей, ты сказала, вот эта работа доставила большое удовольствие. Вот пару слов о спектакле «Восемь любящих женщин». Это такой курятник, как ты сказала, да? Это в хорошем смысле. В хорошем, конечно же. Вот. Это расчудесно было, мне кажется. Потому что, во-первых, мы собрались очень хорошей компанией, в которой есть женщины всех поколений. От и до практически, да. От и до. И можно научиться. Что-то подсмотреть, да? Что-то подсмотреть, да, чему-то научиться. И в плане мастерства, и просто в человеческих каких-то вещах. И общение у нас завязалось очень расчудесное. Да и вообще мы просто лучше друг друга узнали. Потому что, ну, когда как не на выпуске спектакля. Вот фрагмент этого общения мы сейчас покажем. Небольшая совсем сцена из восемь любящих женщин. Итак, смотрим. У твоего отца денег больше нет. Я одна об этом знаю. Так вот, знак признатель, что он нас приучил. Я решила отдать все акции, которые остались от твоего деда боевого полковника. Отказался. Что? Оставил их себе. Не спасут от манкротства. Вот. Ты представляешь? И вот только поэтому, поэтому я решила сделать так, чтобы его не выдать, как будто это вот я отказалась дать ему акции. Так. А потом что? Оставил их себе, но ненадолго. Почему? Потому что их украли. Тихо. Украли? Украли. Ты представляешь? Украли. Кто-то что-то подсыпал меня в портфейн. Я люблю пропустить конец перед ужином. Ага. Кто-то обокрал меня. Ну. Кто знал, где мой танец? Да, да, да. У тебя под подушкой, ну. Откуда ты знаешь? Об этом все знают? Как все? Маме. Да вы банда. Шайка, шайка воров. Не подходи ко мне. Не подходи. Да я... Да я же хотела приедать. Шайка. Да вы... Шайка! Маме... Маме. Что вы делаете? Я больше не кричула. Маме что такое? Маме сказала, что у нее украли акции. Акции? Ты продала акции? Итак, вот такая знаменитая французская вещь, но уже не средством кино, где тогда царствовала, конечно, Катрин Днёв в киноверсии, а тут царствовала у нас Жанна Анатольевна Романенко, и ты с ней партнеровала. Как? Каково это с ней работать? — Прекрасно. Мне очень с ней нравится. Она очень легкий человек, очень эмоциональный и безумно энергичный. У неё столько энергии, что... — Хватит на многих, да? — На всех. Переходим к изумительному спектаклю. И очень вовремя, по-моему, он поставлен. Это «Варвары» по-горькому. Валерий Гришко, очередная его работа в качестве режиссёра на нашей сцене академической. Пару слов об этой работе, и потом будет эпизод. — «Варвары». Ну, мне нравится эта работа тем, что, во-первых, мы коснулись классики, такой хорошей, русской классики, да. И что всё-таки у нас это получилось, и что на сцене Максима Горького у нас идёт Максим Горький. — Максим Горький. Ну вот как это получилось, мы сейчас увидим. Смотрим. — Не нужно говорить об этом. Вы ведь по поводу моих отношений к Чиркуну? — Да, болтают они тут, перемигиваются, нехорошо это. — А что нам они? — Ну, значит, не о чём и говорить. — Вот. Если хотите. Его жена прислала мне записку, в которой сообщает, что у неё нет вражды ко мне. Ну, что ты в этом роде? Как жалки люди, неправда. — Люди-то да. А вот её мне жалко. — Ну, я надеюсь, вы не считаете, меня способны отнять у нищего его единственный кусок. — Ну что ты, ядуша? Ты богоевская. А этого достаточно, чтобы знать себе цель. Скажи, он нравится тебе? — Не очень. Но среди других. — Резок и груб. — Впрочем, желаю тебе счастья. — Тётя, да если захочу, я сама возьму. — Ну-ну. — Вы получили мою записку? — Зачем вы не посолили? — Вы унижаете себя, мне кажется. — Неужели это важно, если любишь? — Хотите мне что-то сказать? — Не презирайте меня. Я сама себе противна в эту минуту. Но у меня нет другого места, я могу жить только около него. — А зачем мне нужно это знать? — Я хочу спросить вас, я не могу. Вы ведь знаете, о чём я хочу вас спросить. — Пожалуй, знаю. — Люблю ли я вашего мужа, это? — Нет, не люблю. — Правда? А он... А он вас? — Не знаю. — Это бы нельзя не знать. — Послушайте. — А об этом спросите лучше. — Я вам противна. — Поймите, я не могу жить иначе. — Мне кажется, вот такая ваша любовь... ...тяжелая. — Вот отлично, ещё одна отличная работа. Как мы начинали с этого, о твоих коллегах по выпуску. Их очень много, слава богу, у нас в театре. Есть какая-то поддержка, помощь между вами? Существует такое братство, юное братство? — Да, конечно. — В чём она проявляется? Как ты считаешь, самое главное? — Самое главное... Ой... Самое главное, наверное, заключается в том, что, что бы ни происходило, мы не даём друг другу унывать. Вот мне кажется, чтобы не впадать вот в какую-то... Что всё, всё, всё... — Всё пропало. — Да. — Гипс снимает, клиент уезжает. — Да, чтобы из любой ситуации, куда бы ты там ни упал, чтобы можно было как-то найти правильные и нужные слова, чтобы помочь. — Вот я сейчас покажу на камеру программу спектакля, великолепного спектакля, на мой взгляд, хотя много насчёт него было шума. Эшут Балакирев по Горину. Отличная, отличная вещь, отлично поставлена. Латена ставил, уже не первая его постановка здесь у нас в Самаре. — Да. — Вот давай посмотрим эпизод, и потом, если будет время, немножко обсудим. — Давайте. — Работа нестандартная. Смотрим. — Угу. — Катя. — Стой на расстоянии, Саша. Сердце, души моей, свет очевидный. — Саша, стой на расстоянии. — Да не могу я на расстоянии. Катя. Катя, люблю, люблю, как милая. Катя, выходи за меня замуж. Надоело не хитрить, Юлий дочь за внука сватать. Катя, выходи за меня замуж, и всё по закону будет. Катя, ты царишь, я дела неправлю. Катя, страну спасать надо держава в опасности. Катя, люблю, люблю, как в молодости. Катя, пока Пётр жив был, я все свои желания взлом завязывать теперь не могу. Ночей я не сплю за тобой, страдаю. Катя, люблю. — Эк, наговорил-то. Россия, держава, люблю. Да разве так любят, Саша? Вот Пётр полюбил, так он сыром и не побоялся. Он солдатскую девку царицей сделал. Вильямонс полюбил. Голову на плаху положил. А ты-то чем рискуешь, Саша? Короной голову поцарапать. Катя, ну выразился я не так. Дозволь Сызнова лизнице. А Сызнова? А Сызнова это как? Это чтоб оба молодые. Ты целуй, шепчешь, жарко царица души моей. А я уши-то развесила. Я жизнь правда подумала, души царица. А ты, Саша, меня на трон подсаживал, чтоб я там и тебе местечко пригрела. Ничего Сызнова не бывает. Встань. Не срамись. Прошу прощения, светлейший князь. Ровно минута прошла. Спектакль постановки Ольгирды Слатеноса Шутбалакирев. Ваш этот дуэт, я его выхватил. Это Меньшиков. Твои героини кто, чтобы люди знали? Кто не знает? Екатерина. Императрица. Сама императрица. Вот эта сцена очень щемящая. И вообще спектакль... Ну, я думаю, народ немножко образумился и посмотрел по второму разу, разобрался, да. Я поздравляю. Это прекрасная, одна из твоих лучших работ. Спасибо. И давай, значит, с чего мы начинали? С яркой, музыкальной, вкусной, хорошей вещи. Мы ею и закончим. Фрагменты из нашей кухни. А перед этим я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у меня в гостях блистательная молодая актриса, героиня уже моих статей, героиня этого проекта, одна из героинь проекта «Игра в театр» журнала «Леди Клуб» Наталья Ионова, Самара, Санкт-Петербург. Я думаю, ее сердце, наверное, разрывается между этими большими великими городами. Как и у меня, потому что я обожаю Питер. Но, тем не менее, сейчас она с нами и творит для нас, и отдает свое сердце нам. Спасибо тебе, Анатолий, за это. Спасибо, что пригласили. Здоровья, счастья, процветания твоему дому, твоему детенышу, милому мальчику прекрасному, твоим родителям. Огромный привет, всего со мной лучше. И заканчиваем песней из нашей кухни сцены. Тебе успехов, всем спасибо за внимание. До встречи в эфире. Смотрим. Здравствуйте, Тетя Карпович. Как банкет? Ой, Женечка, не спрашивай. Когда на сердце мылю, спустится сон, и выйдет двумя надежда, я нахожу огнях на балкон, глубокой нежности волна. До свидания, Тетя Карпович. Мне в реперсе несчастье поет, ласкать не пройти мог, но мой любимый сегодня не придет. Как же я здесь? Ты помнишь нашу встречу? Тетя Карпович. Тетя Карпович. Как же я здесь? До свидания! Просвязь! Со мной! Тихо!